Нормальная гора. Рули, рули, рули! Привет всем! Сегодня у нас Урал от ВПЛ и будем заниматься его тюнингом. Вот так весь тюнинг выглядит. Все ссылочки на Banggood на этот тюнинг внизу найдете. Так что давайте приступать. Начнем его сначала разбирать. Вот так вот у нас выглядят стоковые внутренности. Это сервопривод, который мы будем оставлять, то есть будем ездить вместе с ним, а это вот наши мозги, которые мы собственно будем и менять. Здесь у нас получается, что и регулятор скорости, и приемник, все в одной плате. В общем-то вот этот хлам весь сейчас будем выкидывать и пробираться туда дальше. Так, добираемся до нашего редуктора и мега мощного мотора. В общем-то сравнительный тест-драйв. Смотрите, как он на этом моторе ездит. Сами все поймете, что здесь нужно его менять. Так, ну нам собственно надо еще мосты снимать, их тоже полностью разбирать и тюнинговать. Плюс карданчики, ну карданчики у нас будут как раз попутно вместе с мостами. В общем-то снимаем редуктор и мосты. Полностью снимаем мост и сейчас будем его разбирать. Но возможно нам потребуется только открутить вот эти четыре винтика и все. И мы заменим. Но сейчас посмотрим уже по ходу. Я смотрю, главная пара здесь металлическая идет, но в любом случае нам нужно ее поменять. Значит, вот эту шестереночку сейчас вытаскиваем оттуда полностью. То есть она с карданом просто крепится вот на таких зубчиках и все. Ничем больше не фиксируется. Ее утаскиваем и ставим новую, вот такую вот. Для металлических карданов. Сейчас мы поймаем фокус и все увидим. Как видите, здесь есть специальная площадочка, куда будет упираться фиксирующий винтик. Все поставил, к сожалению подшипников нет и я что-то их не заказал. Здесь все на втулках таких вот пластиковых вообще. Качество конечно этого металла не очень, потому что фиксирующий винтик вкручивается вообще очень плохо и Г-образным ключом просто практически нереально. Все руки себе сломаешь реально. Ну, как бы, либо плоскогубцами его держать. Ну, как бы, отверточка нормально крутилась, но качество вообще ни о чем, честно говоря. Вот так. Ну, теперь это можно поставить обратно на шасси. Так, сзади у нас два моста, но запомните, как они расположены, потому что если вдруг потом перевернете, то крутиться будут в другую сторону. Вот. Собственно, снимаем их, также разбираем, полностью меняем наши карданчики и главную пару. Кстати говоря, между задними мостами карданчик будет такой более качественный. Да, то есть он и сам по себе качественный, винтики фиксирующие вкручиваются без проблем, но и потолще, как видите. Так, в общем, в этот поставил и сейчас обратно монтирую сюда мост. Все, шасс полностью готово с новыми карданчиками. А значит, теперь нужно поставить вот эту двухступенчатую коробочку с новым мощным мотором. В общем-то, вот этот корпус, не знаю, даже как просто крышка какая-то здесь, нужно ее полностью убрать, демонтировать. То есть здесь крепится на четырех винтиках, вот здесь вот два, и с этой стороны два, но мы так просто не раздвинем. Нам нужно сейчас, наверное, вот здесь подраскрутить, и тогда мы сможем вытащить. Ну, хотя, нет, да-да-да, надо раскручивать. Вот так у нас выглядит регулятор скорости. Теперь будет отдельный от приемника. Значит, здесь этот провод у нас идет во второй канал, кнопочка включения, вот этот разъемчик для подключения питания, то есть я сейчас его перепаяю на XT60, скорее всего. Такой, наверное, не буду оставлять. И вот этот провод для подключения к мотору. Но мотор сейчас без какого-либо разъема пришел, хотя на Бенгуде нарисовано, что там с разъемом, но придется напаивать. В принципе, по длине, может быть, даже можно напрямую спаять и не париться, но лучше сделать все-таки с разъемчиком, чтобы в любой момент можно было отключить, допустим, и заменить сломавшийся регуль или сломавшийся мотор. Итак, спаял, значит, разъемчик на мотор, но единственный минус таких разъемов, то, что мы не можем поменять полярность потом. То есть если вдруг вращаться будет в другую сторону, то только на аппаратуре. Здесь никак не перемахнуть. Но посмотрим. Пока же непонятно, в какую сторону тачка поедет. Значит, регулятор скорости наш перепаял на XT90 и вот таким липоаккумулятором питаем. Все. Значит, здесь у нас кнопочка on-off имеется и третий канал идет от сервы. Значит, берем нашу аппаратуру, наш приемничек, получаем. Первый канал будет сервопривод, это мы потом подключим. Channel 2 это наш регулятор скорости и Channel 3, который бинт, это идет третий канал, наш сервопривод для переключения нашей коробки. То есть первая, вторая скорость. Вот таким образом я поставил. Ну, инструкции нету, но мне кажется, по-другому здесь не поставить. То есть вот мы ставим качалочку, мы включаем нашу аппаратурку такую интересную. Ну, кстати, ничего так, с виду ничего. Одной рукой можно управлять. В общем-то, три канала имеем. Здесь у нас и двойные расходы газа есть, реверсы руля газа, триммеры всевозможные. В общем-то, в принципе, норм. И такое колесико. Вот. Ссылка внизу. Все, найдете четыре пальчиковых аккумулятора. Итак, значит, ну, газ, соответственно, газ получается у нас вот. Трым-трым. Вперед-назад. Да, это у нас регулятор с реверсом, естественно. И третья кнопочка, она просто у нас отвечает за этот сервопривод, третий канал. То есть в одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую. То есть нажимаем. Все, мы включили пониженную, получается. Вот она, первая скорость у нас. Видите? Вращается. Еще раз кнопку нажимаем. Оп. Пружинка отжимает. У нас теперь вторая скорость. Валим по полной. Опять. Оп. Включили. Пониженную. Еле-еле едем. Видим, да, как вращается. Опять нажимаем. Погнали. В общем-то, все просто. С коробкой никаких заморочек нету. Пружинка и серва с качалкой. Прижимает и все. Все. Теперь это нужно поставить вот сюда и все провода провести и закрепить. Регуль, наверное, здесь же закреплен на сервоприводе и опять же выведу аккумулятор туда, вовнутрь, в наш капот. Вот. Будет гонять на липушке. Вот таким вот образом все это дело устанавливаем на шасси. Сейчас у нас моторчик будет спереди, то есть изначально он был, наоборот, сзади. С этой стороны сейчас все наоборот. Сервопривод сзади. Мотор идет спереди. Ну, собственно, теперь надо все подключить и все это дело закрыть-накрыть. Ну, все. Теперь все подключено. Карданчики все установлены. Конечно, качество очень дурацкое. Их вообще просто... Ну, рекомендую, наверное, ставить все-таки какие-то другие. Вот. Поискать другой тюнинг. Это качество металла. Ну, может, выдерживать будет, но само по себе качество мне не понравилось. На издовые качества посмотрим. Соответственно, все у нас там внутри упаковано. И приемник, и все подряд. Это я воткнул в свободный канал фары, чтобы они тоже светились. И здесь без проблем помещается аккумулятор на 1000 мАч. Двухбаночный, еще и разъем огроменный. Поэтому это как бы плюс. На самом деле, можно все туда убрать и там подключать, поставить огроменный аккумулятор. Но уже тогда не потянет. Все, тачка едет. Так, это у нас как раз вторая. Да, вот это вот медленная скорость. Пойдемте немного протестим его. Итак, в общем, вы посмотрите сравнительный тест-драйв двух Уралов. И сейчас я сделаю те же самые препятствия для этого Урала. И посмотрим, как он теперь уже протюненный здесь поедет. Там было у нас вот такое препятствие. На нем возникли у него проблемы. Не хватало мощности забраться. Я еду максимально плавно. Ну-ка. О, с легкостью, с легкостью просто. Класс! Ну, а дальше я загружу у него вот эти петли. Это 1 килограмм, 250 грамм примерно получится. И посмотрим, как он заедет в гору. Вот там вот они все загружены. Закрываем. Главное, чтобы не выпали оттуда. Так, давай запаска крепится. Все нормально. И теперь пытаемся. Я думаю, сейчас у него никаких проблем не возникнет. Просто с легкостью дадим газку. Класс! А давайте-ка попробуем на второй скорости. Сейчас спустимся. Стоп! Вторая скорость. Ха-ха-ха! Не дает ему разогнаться. Первое. О, тут тяги поболее будет. В общем, как видите, 1 килограмм-двести грамм в гору для него ни о чем. Кстати говоря, давайте попробуем сразу. Смотрите, с поворачиваемостью плохо. Зад стал тяжелый. Перед вывешивает. И не поворачивает нифига. Вот. Нормальная гора. Рули, рули, рули. Кардан полетел. Передний привод остался. Да. Просто слетела, скорее всего, эта крестовина. И все. Ну, сами понимаете, масса немаленькая тягал. Да, просто вылетела. Сейчас поставим обратно и опять поедет. Ну что, друзья мои, итог таков. Значит, аппаратура. Да, это круто. Теперь три канала, две скорости. Это круто. Как бы рекомендую ставить этот мощный движок 3070 плюс двухскоростную коробочку. Это просто замечательно. Теперь он валит. Теперь он мощный. И как вот от МЗ едет, да? То есть, мощь теперь получилась та. Плюс мы можем ускориться в нужный момент. И все. Задние карданы ничегошные. То есть, их оставляем. А вот эти карданы, конечно, не покупать. Да. Нужно... Это шлакокарданы называются. Нужно купить нормальный кардан. Потому что крестовины, они не то, чтобы ломаются. Вот эти крестовины вылетают просто. И все. Это как бы вот проблема. Бывает на автомобилях такая. И здесь вот та же самая. При сильной нагрузке их просто пау оттуда. И все. Поэтому надо сюда ставить нормальный. Если найду, ссылочку внизу под видео оставлю на нормальный. Также вы можете протюнить, поставить сюда металлические ЦВД привода. Здесь потому что все пластик, да? Изначально идет. Потому что сейчас будут хорошие карданы. Привода начнут тоже, наверное, ломаться. Скорее всего. Поэтому вот сюда еще привода поставить. И тогда, в принципе, я думаю, все. Он будет уже мощный, проходимый. Тягать в гору больше килограмма. И справиться, наверное, с МЗ-кой. Утащит ее. Вот. Так что, друзья мои, тюнинг. Тюнинг, скажем так, завершен. Да не полностью. Найдем хорошие карданы. И тогда он уже нормально поедет. Все ссылочки найдете внизу на тюнинг. Друзья мои, дорабатывайте свои тачки. Пока.